Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Вот. Я бы объяснил перед камерой. Надеюсь, на этот раз не отключится. Смотрите. Значит, почему я вам показываю эти книги? Навязываю, не навязываю, но их плохо берут. И вдруг вам сказали, я сразу три беру. Вот. Потом теперь оказывается пять. Вот. Три таких, три таких. Шесть. Вот. По полторы. Девять тысяч. Нормально. Шесть по полторы, да. Так вот, смотрите. Сейчас я сбегу еще за двумя книгами. Но сразу объясню вам, почему. Вы приехали из Косоярска. Вы доверие ко мне и к Сергею, сыну. Ну, я приехал, а не до семь. Семь лет спустя приехали, доверие есть. Теперь так. Это для новичков. Вы к кому себя относите? Фактически энциклопедия. Причем это бережливая технология. Это не каторжный труд, как вас научат. Перекопать всю почву. Представляете? Да. Пять-десять соток копали когда-нибудь лопатой? Не пригодилось. Я копал. Картошка, картошка. Да-да, я картошку копал. А здесь полагается каждый год еще держать в чердоте, то есть в чистоте. Раз. Вот. Калечить каждый год деревья два. И пошло. Вот это вот противостоит всей традиционной агротехнике, которой подписываются академики, доктора. Вот. Но вот он сад. Теперь, значит, я спросил у вас профессию, а теперь образование какое? Среднее. Среднее. Специальное. Специальное. Смотрите. Смешно обработка. Здесь две Нобелевские премии. Вот. И вы сходу, даже не зная, что в ней, сказали, я беру. Да. Вот. Но здесь еще сотни простых советов. Причем это, рассказы, это особый случай, записки. Угу. Итак, вы особый человек. Я вам подарю еще брошюры. Сейчас закончим разговор. Сбегаю, еще принесу две книги. Вы сказали, два комплекта, по три. Угу. Еще две книги принесу, подарю несколько брошюр. Так, потом, когда мы закончим этот разговор, вы отсюда увезете ведерко груш, это подарки уже пошли. Ну, понимаете, вы, это, это не шутки. Вы мне доверились, я должен доказать, что доверие стоя. Вот. Теперь, раз, на этот раз не садится, то есть продолжается, запись идет, а то мы испортили одну запись. Вот. Давайте сначала. Когда там в ворот стоят в горшках десяток саженцев. Так. А сюда мы подошли, я сам удивился. Редчайший случай, какой-то особый. Шесть книг купить. Предварительно я два года до семнадцатого года смотрел ваши передачи. А-а-а. Поэтому предоставилось возможность, я приехал в семнадцатый год. Если взять последних тридцать-пятьдесят человек, ни один, ни одного не купил непривитого абрикоса. Теперь давайте про них. Итак, отец. Вот он. Так. Вот это отец. Он же мать. Соседи. Вот они соседи. Манитоба. Королевский. Бай. Вот. Соседский абрикос. Самый близкий. Как я его супругом называю. Амур. Вот он. Ага. Вот он. И тогда получается, что все вот эти абрикосы гибридные. Ага. И есть о чем поговорить. Давайте теперь присядем. Вот. Надеюсь, не откроется эта запись. Раз. Второй раз начали. Сейчас я вам не отвлекаюсь. Сергей, где сейчас? Там. Копает. Копает? Бедный ребенок. Ой. Для меня ребенок. Для меня ребенок. Дождь идет какой. Ну так не удалось намрать. Понятно. Так вот. Сразу технологии. Два слова про технологии. Я сейчас еще приехал. Я сейчас выкопаю два саженца персика. И привезу все зои. Потому что уже там и ученицы живут. У них мои абрикосы с прошлого века дали десяток рекордных урожаев. Я обзавидовался. А раньше знаете в чем? Они ближе к Енисею, чем я. У меня бывали пропуски, а у них нет. Енисей незамерзающий. Микроклимат. Да, микроклимат. И раз они мне поверили, Константинович, два персика найдем, найдем. И только я так сказал, выберем дождь. И вот сегодня дождь, я приехал, выкопал один-два персика. Ну пару тысяч заработать не грех. Теперь так. Я отвлекся. Значит, пришла весна по всей России, ударил. Чего? Чего в дождь приехали. Как чё? Простите, Архитян, Жигулё, скляшки три или шесть? А сколько мне не хватает? Ну, Жигулёвских у нас шесть. Скляшки тоже не шесть. Ой-ой-ой, ты такие мысабы. Ничего себе. А чё мелочить-то-то? Я на пять участков беру. А, во, всё понял. Это здорово. Только бы влезло бы всё в машину. С горшками они объёмные. У меня большие корыта под раствор. Вот эти вот. Давайте закончим разговор. Итак, от Сахалина до Питера удар, заморозки и даже морозы. Не во время цветения, а даже позже. Листики появлялись. Потери огромные. Урожай пропускали целые регионы. Вот. А мы, у меня, у нас, мы, это я, Сергей, Таня, вот вы видели. Так вот, значит, средненький урожай у культурных или маленький урожай. А манчжурцы, почему я их рекламирую, почему я их люблю, почему когда-то мне повезло, мне Бог послал это дерево, оно уже в десятках тысяч экземпляров по всей России. Вот это вот. Они более неприхотливые. Абсолютно неприхотливые. Вот у вас не замёрзнет ни одно. Сопреть может. Глубокий снег, медленно тает, сырости, там свои проблемы. Но я пока коротко и общими фразами. Значит, привезёте, Сергеевым половину кроны отрежет, так. Это называется предпосадочная подготовка. Пол кроны отрежет прямо сегодня, сейчас. Вот. И у меня они показали себя так. Всем. А у меня их, это, я 15 огромных деревьев мажорца выпилил, потому что это была необходимость. Надо было место, вот там покажу. На их место 3-4 десятка молодёжи посажено. Ну, у них место не даёт страна лучшему этому, питомнику, лучшему саду сибирскому. Не даёт. Ну, зачем? А и вот получилось так, что мы прикупили землю на 2 миллиона с лишним, расширили до 50 соток и на этом остановились. Но, я что хочу сказать. Стоит ли было эти деньги? Стоило ли их тратить? Вот смотрите сами. Значит, переходим уже к тому, будет ли отдача. Итак, самая страшная весна, какую я помню за 40 лет, так. Я с удивлением смотрю, королевские там академики, там 20 плодов, там 100 плодов, там 200 и всё. Маньчжурцы. Я показывал деревья, значит, 20 ведер, ну видно, навскидку, 10 ведер, 5 ведер. И выделились несколько чисто сладких. То есть, почему... А почему сладкие эти, чисто сладкие? А у них есть папа, папа культурный, да? И вот эта дикая жара. И маньчжурцы, которые всегда обычно чистосладкие, они оказались настолько сладкие, что гости их ели, знаете как? Ну, сейчас я уже угостить не могу. Ну, я не вовремя приехал. И я очень надеюсь, что за те привитые Сергея отвечают. Ну, когда-то я отвечал. А вот эти вот должны быть уже вплоть до приполярных округов. Вот вы в Железногорске живёте, да? Я в Магаданской области. Нет, минутку, вы везёте в Железногорск. Сейчас я везу в Косрояск, в Железногорск. А на следующий год я возьму Маньчжурцев, повезу в Магадан. Сурасов, сурасов. Нет. Ливня Магадана это то же самое, что это. Рядом полюс холода. Нет. У нас теплее. У нас 60 зимой. 50-60. О-о-о! Ну он же держит заморозки-то в 60. Да и заморозки-то он держит. Он морозы такие, он же пропускать будет урожаи. Ну. Не, это если минус 50-60, это авантюра. Там снега много у нас. Ну, другой, так он снега не любит, абрикос. Ага. Давайте так, это дело ваше, потом, чтобы меня не вспоминали, и не добрым словом. Тепловые подушки, знаешь, что такое? С одной стороны отапливаемый дом, со стороны севера забор 2-3 метра. Между ними посадил, ну, чтобы санта хватало. И вот. И там уже никогда не будет минут 50-60. Вот такой момент, так. По всей Сибири огромные ГЭСы. По всей Сибири незамерзающие вот Кенесей, незамерзающие Ангара и так далее, и так далее. Калыма незамерзающая. А? Калыма незамерзающая. Рядом с ГЭС. А если это вы рядом прям с ГЭС живете, тогда да. 8 километров от ГЭС. Ну, ниже по реке или выше? Да, ниже, ниже. Ну, тогда, а сколько до берега? До берега метров 300. Далековано, вот как у меня. Ну, ну, все-таки, тогда вы не говорите про минус 50-60. Тогда у вас нет там минус 50-60. Есть? Нету. Ну, ладно. Ну, ну, если ваша речка зимой не замерзает. Ну, у нас после ГЭС она не замерзает. Ну, по себе ГЭСа. А вот... Будут бы 6 жигулёв, 6 клянг. Видимо, я не снимать ему. И это... Все? Или белый налив? Сколько там? Ну, три штуки. Три штуки белого налива и все, да? Вот белый налива, это ветеран. Это здорово. Так, ну, что, надо заканчивать разговор. Я чувствую, что мы достаточно поговорили. Так. Я пошёл за остальными книгами и за подарками. Подарки это сейчас быстренько собирать будем с земли. Яблони, груши. Для меня такие, как вы, это, знаете, как подарок судьбы. Шутка ли? Шесть книг купить. Тут за две недели, за три одну. Ну, всё. Ещё раз покажу их и пошёл за книгами. Так. И... Угощать, угощать, угощать.